МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень рада вас снова видеть в нашей студии. С 23 по 25 апреля в Одинцово проходил Всероссийский чемпионат по тэквондо. Он завершился, прошел блестяще. Мы тоже присутствовали на открытии, наблюдали за тем, как шли соревнования, как проходили бои. Гусейн, расскажите подробно. Мы особо благодарны, что вы были. Спасибо большое, что приняли участие. На самом деле, 23-25 у нас пошел очень большой турнир, где около 700 детей к нам приехало. Вот на два дня она проходила. Получилось открытие очень у нас шикарное. Даже сейчас вся Россия нам звонит и говорит, на самом деле, некоторые не смогли приехать. Ну и, наверное, хорошо, что не приехали. Если слишком много приехало, до тысячи человек мы их не смогли бы принять. Но что прошло на уровне, у нас была прямая трансляция во всех картах. Каждый спортсмен, каждый ребенок, родители, которые сейчас с пандемии не могли выехать, могли дома спокойно смотреть. Каждого своего ребенка наблюдать. Все отзывы в ваш инстаграм, фейсбук. И там на самом деле все прошло на высоком уровне. Было очень много гостей. Кого пригласили, все пришли. Мы что-то открытием, конечно, затянули. Но затянули с тем, что и концерты, и выступления. Ну и показательные выступления, которые просто, мне кажется, не оставили никого равнодушным. И захватили внимание зрителей. Буквально с первых секунд выступали, я так понимаю, что ребята, которые входят в том числе и представляют Россию. Это сборная команды России по показательным выступлениям, которые базируются в Москве. Там три человека из области, как раз наши ребята. Они у нас всегда на всех открытиях международных показывают выступления. Это как бы наше лицо. Это, в принципе, первые такие крупные соревнования по тэквондо на территории Одинцовского округа. Да, это первые соревнования, такие крупные, которые в дальнейшем планируются у нас быть ежегодные. И чтобы они у нас вошли в ЕКП, это как единый календарь, план российский. Чтобы на этом можно было получать кандидата, мастера спорта, мастера спорта. И чтобы наши ребята не ездили на соревнования, чтобы получить какие-то разряды, звания и подраться с другими. То есть могли это сделать дома, на своей площадке? Дома, на своей площадке и без отрат. А тогда как бы ездить не в билеты, не в гостиницу, все, приехал, подрался и уехал домой. Это для ребят делается, чтобы им было удобно, чтобы не были лишние затраты. Но такая перспектива есть. Как вообще оценил президент Союза тэквондо России турнир, уровень турнира? Да, на самом деле поприсутствовал и Анатолий Константинович Терехов. Он очень был удивлен, доволен, что мы смогли на таком уровне его провести. Мой зал красивый получилось, мы смогли его оборудовать как надо. И Константинович был очень доволен. Сказал, да, вот это уровень. Давно таких уровней турнира у нас не было. Ну, говорят, лицо не хвалят, но похвалил. Это очень приятно. 9 сентября планируется чемпионат России на площадке округа. Состоится ли он? Есть ли все шансы, что он пройдет именно у нас? Нет, ну мы уже как бы подписали, что он пройдет у нас. Он пройдет в волейбольном центре, скорее всего, в нашем 9 по 15 сентября. Это будет после Олимпиады. Надеюсь, в то время у нас уже будут олимпийские чемпионы. Что там будут участвовать все, да, чемпионы мира, Европы, Олимпийские чемпионы. И как раз для наших деток, для наших спортсменов будет очень приятно. Прийдет все, как бы, элита Тэквондо России. И тренеры сборные, и вся сборная, и женская, и морская. И, ну, в большом-большом количестве все, что связано с Тэквондо Россией, на высоком уровне будет проходить именно в Одинцо. И это даст очень большой рост для наших спортсменов, которые и желания, и, наверное, тоже в дальнейшем, что могли готовиться на чемпионы мира, Европы. У ребят будет большая перспектива показать всех этих чемпионов России, Европы, мира у нас в Одинцо. Шамсудин, как Вы оцениваете выступления наших ребят? Как они смотрелись на фоне других регионов? Ну, на кого мы ставили, так скажем, они заняли первые места. Это, например, Магомедов Магомед Ромазанович. Он, как и один из взрослых ребят, находящихся в сборной Московской области, он показал хороший результат, хорошие поединки. Также другие ребята, которые входят в Московскую область, в сборную Московской области, заняли первые места, например, Киреева, Анастасия, Халаева, Кисаран, Магомедов. Ну, короче, все наши основные ребята, первые номера, практически они все стали первыми. Ну, Вы довольны техникой выступлений? На самом деле, полностью довольны, не могу сказать, потому что, да, ребята могли чуть лучше, наверное, выступить, как в технике. Но здесь, почему не было первых номеров России, первых, вторых, третьих номеров, они находились на сборах, первые номеры России. Так, третьи, пятые, шестые номера, да, среди них наши ребята выступили хорошо. Ну, хочется, чтобы они с первыми номерами так выступали и выигрывали. Но вот на следующий год, надеюсь, когда мы проведем этот турнир по-новому, там уже будут все призеры и чемпионы России, и тогда будет, да, он более... Ну, как Вы считаете, вот поговорка «Дома и стены помогает» в этом случае сыграла свою роль, все-таки ребятам было проще выступать на своей площадке? Меньше было волнения? Не, ну, волнения, наверное, наоборот, больше было. Но ребята были довольны, что они дома, да, духом все равно, да, подняты, да, дома у себя и стены помогают, и как и родители, друзья, и родственники. Но ребята более заряжены, более... Самое главное, после того, как они подрались, они очень сильно начали помогать и волонтерами, и там очень довольны командой вообще своей, которые... И у нас их взрослая команда, человек 30, которые стабильно ездят на чемпионат, на первенство России. Они не отключились после того, как прошел турнир, это... А как они подрались? Они дрались первый день и до обеда. Они подрались и сразу переоделись, и стали сразу помогать, и всем показали, какая дружная команда. И у нас уже никому ничего говорить не приходилось, да, сами уже там, говорят, все, там уже под свой контроль взяли. Потому что пока они дрались, там мы с Судином, с другими, там что-то напрягались. После того, как они подрались, уже нам ничего не пришлось делать. Спасибо всем ребятам, конечно, которые были, поддержали. Ну, я думаю, только сплоченная, сильная команда может сделать такие турниры и в дальнейшем развиваться больше. Любые соревнования – это оценка, оценка уровня возможностей спортсмена и постановка задач на будущее. Вот какие сегодня задачи Шамсу Дену ставите перед своими воспитанниками? Что будете оттачивать? Ну, этот турнир был не как основной старт, это как этап подготовки. То есть они тренируются, то, что на тренировках выполняют, на этом турнире пробовали и испытывали, так сказать. Дальше этапы будут проходить уже более серьезно, более профессионально. Будут уже другие турниры. Задача, конечно, чтобы полный состав выступил на чемпионате России и не один, а два минимум состава, чтобы на ЦФО как можно больше ребят заняли первые места, чтобы могли три состава представить на чемпионате России. И каждый из них, чтобы вошел в тройку как минимум. Кто главные соперники Московской области? Соперников много. В каждом регионе есть свои одаренные ребята, которые хорошо представляют. Главных конкретно не могу назвать, но лидирующие регионы, например, Москва. Москва, Татарстан, на сегодняшний день Санкт-Петербург. Все равно мегаполисы большие. Но шансы ведь хорошие у Московской области. Конечно, шансы. Как вы считаете, Гусей? Как раз шансы у нас шикарные, тем более президент Федерации разрешил нам обогнать Москву. То есть вы пока скромно сдерживали, да? Сдерживали, да, но сейчас сказали, если можете, давайте. Но будем стараться, что на чемпионате России мы должны себя хорошо показать. У нас, правда, целое лето будет подготовка. Ни к отдыхам, ни к ребятам, ни нам уже не будет. То есть каникул не будет? Да, 20 мая у нас первый старт. И до сентября мы будем стабильно работать. У нас как бы... Но планируются выезды, сборы? Да, выезды у нас будет здесь, в Одинцово, в Покровском у нас как бы сейчас база, более-менее договорились. Будет в Покровске, два сбора Покровской, сборы Владикавказа, сборы в Дагестане, сборная в Черкесске, Донбай. И последний сбор уже будет обратно в Московскую область. Будем готовиться здесь, в Одинцово, у себя, в Покровском, наверное, скорее всего. И сюда приедет уже почти вся Россия, так кто будет человек сто, уже будет в команде. Готовится на чемпионат России. Я старалась, чтобы здесь выступить. Турнир проходил в честь героя России, пятикратной олимпийской чемпионки Ларисы Евгеньевны Лазутиной. Почему именно она была выбрана в качестве лидера этого турнира, турнира битвы в Подмосковье? На самом деле не просто выбрана, и она является героем. На самом деле мы восхищаемся ей не просто даже как спортсмена, а как человек. Подходишь, много чиновников, много есть олимпийских чемпионов. Не все с душой вникает это все. Ларису Евгеньевну подошли, объяснили. Она говорит, хорошо, я приеду, посмотрю, что это такое. Не знала, что дальше тэквондо. А нам интересно, что посмотрели. Как интересно детям. Пятикратная олимпийская чемпионка. Вот на кого нужно равняться. Когда она пришла в зал и посмотрела, наши дети вообще все были в восторге, фоткали, сфоткали. На самом деле взорвали весь интернет наш. И у всех появилось очень большое желание. И вот мы ее попросили, в честь нее провести такой турнир, потому что она реально достойна этого. И она является героем спорта. Если не она, то кто нам поможет развиваться? Да, в олимпийском виде, тем более, в спорте. И мы очень благодарны. Она осталась до конца, осталась на награждении. Не у каждого, честно говоря, что проводишь турнир, а получается, что на награждении были. Те ребята, которые выступили там, они все получили медали именно с рук Ларисе Евгеньевне. Ну, это очень большое... И на открытии турнира, я хочу отметить этот факт, Ларисе Евгеньевне Лазутиной было подарено кимоно. И черный пояс. Теперь у нее первый дан, черный пояс. Мы как бы записали ее в ряде свои, теперь от нас никуда. Как бы мы теперь одна большая команда. Мы ее не подведем. И отдаст Бог, все для этого сделаем, что мы на высшем уровне всегда будем поднимать ее имя в тейквондо. Я думаю, и другие виды спорта хотят, конечно. Но мы сегодня смогли показать, что мы можем на высоком уровне показать, честно, кого мы делаем турнир. Конечно, хочется большое спасибо сказать главе Одинцовского округа Андрею Рубертовичу, команде, все его тоже. Общественная палата Ревазри Вазовичу, который на самом деле постоянно был, даже ночью, пока он являлся куратором, но он является и помощником, Ларис Евгеньевич, он из-за этого и до двух часов ночи, и до час ночи, когда мы готовили спортзал, он там был с нами. Конечно, без администрации нам никуда. На самом деле мы почувствовали, что мы здесь нужны, что мы работаем, что спортсмены нужны, что наши дети почувствовали именно поддержку. спорткомитет Одинцовского округа. Очень большое благодарность от нас, от спортсменов, что мы можем провести сегодня такой турнир. Спасибо, что вы есть у нас. А я предлагаю посмотреть сюжет о том, как проходил турнир «Битва в Подмосковье». Перед соревнованиями небольшая разминка. Две Полины из школы в Ликино, красавицы, отличницы и, конечно, спортсменки. Тхаквандо занимаются около шести лет. Выбор вида спорта объясняют просто. Нужно уметь постоять за себя. А в день турнира еще и за честь Одинцовского округа. Растяжка, удары. Тут все серьезно. Еще надо хорошо умственно мыслить, чтобы знать, куда бить и какие слабые стал соперником. Сражаться девчонкам придется со спортсменами из 51 региона России. В Одинцовском спорткомплексе на турнире в честь многократной олимпийской чемпионки Ларисы Лазутиной собрались лучшие из лучших. Мне очень хочется, чтобы каждый из вас провели себя на этих соревнованиях, потому что главная тренировка – это сад. И именно сегодня мы увидим, может быть, новые имена. Поддержать спортсменов со всей страны приехали и почетные гости. Они уверены, песня помогает не только строить, но и одерживать победы. Одинцово для проведения всероссийского турнира выбрали не случайно, говорят организаторы. Так сложилось, что именно здесь живут сильнейшие тхаквандисты не только Подмосковье, но и России. Этот вид спорта очень популярен. Риск получить травму здесь минимален. Приехали сотни ребят и девушек разных возрастов показать свое мастерство, показать свои лучшие навыки, которые проявляются именно на таких встречах, на таких мероприятиях и соревнованиях. Поэтому уверен, что сегодня здесь, в этих стенах, мы уже находимся среди будущих чемпионов. Это один из таких быстрых, умных видов спорта. Здесь нет никаких травм, здесь руками не бьют лицо. Чтобы взять балл, у нас электронная система на ногах, на джилете. Балл выбивается килоджойлями. Никаких таких травм, ломаний, крутых них здесь нет. В России, не вообще в мире, 50% тхаквандо занимаются девочками, потому что очень атлетичные и красивые виды спорта. Магомед Магомедов на турнире представляет Дагестан. Ему 12 лет, 8 из них он занимается тхаквандо. 7 раз в неделю, по 2-3 часа. Результат таких усердных тренировок не заставил себя ждать. Соперник повержен. Мне помог мой тренер Нурмавидов Учпар Магомедович. Он мне подсказывал, я работал, делал все, как он говорит, и победил. Мы видим, как молодые спортсмены делают очень большие серьезные успехи и чье-то преимущество прям неоспоримо. Поэтому, конечно, желаем удачи каждому. Мы искренне надеемся, что из них вырастут настоящие олимпийские чемпионы. То, чего нам очень хочется. Мы очень хотим победы на Олимпийских играх. И уверен, что наш сегодняшний турнир закладывает большой фундамент для будущих побед. Всероссийский турнир по тхаквандо в честь Ларисы Лазутиной только завершился. Но на отдых у тхаквандистов времени мало. В сентябре в Одинцово по плану должен пройти чемпионат России, который соберет сильнейших спортсменов не только страны, но и мира. Гусейн, турнир завершен, итоги подведены. Какие планы на будущее? До 12-го числа я ребятам всем дал отдых. Как бы кто куда там. Заслуженный отдых. Заслуженный отдых. На самом деле, 2-3 дня ребята не спали нормально. Кто помогал, все. После 12-го мы начнем собираться в залах. Там действие пройдет. Будем готовиться. 20-го числа первый сбор. Начнем физический сбор, который, первая подготовка, который пройдет. Будем готовиться. В дальнейшем основу у нас получится Кубок России. Это июня. 26-го июня. Это будет Вадигей, Краснодарском крае. Пройдет у нас Кубок России. Командный чемпионат. Но мы собираемся сюда готовить. Ну, может, и не займем везде первые места, потому что цель-то у нас уже как бы чемпионат России. Но мы будем выступать на уровне, но в тройку мы должны войти там. А все остальное, как бы, человек не может 2-3 раз быть в пике форм. И мы там поставили основной старт. Это наш чемпионат России, который пройдет в московский область. Хочется на высшем уровне выступить. Так получится он как промежуток соревнований. Но для нас очень важные соревнования. Это Кубок России. Оттуда люди входят в национальную сборную. Ну, 26 июня готовимся на Кубок. А дети, молодые, дети, юноши у нас пройдут в Белгороде. Первенство России. Это 12-14 лет. Потом 26 июля у нас пройдет в Хантах. Первенство среди юниоров. Это 15-17 лет. Потом Спартакеада. Ну, соревнований очень много на самом деле. Кто тренируется, они стабильно будут ездить, ездить. Конечно, большое спасибо нашему министерству спорта, который помогает нашим ребятам выехать на такие турниры, на соревнования, официальные соревнования первенства и чемпионаты России. Когда будет объявлен набор? И ждете ли вы новых спортсменов? Да, мы очень хотим в этом году более расширенно поработать в Одинцово. В некоторых образовательных школах попробуем сделать набор. Так у нас есть мечты. Ну, в августе у нас начнется уже конкретный набор. Мы хотим еще делать открытые тренировки в парке имени Ларисы Евгеньевны Лазутиной. Как бы открыть уроки там каждую неделю один раз. Родители, я думаю, могут в любое время обратиться к вам и через соцсети, написать, узнать информацию и понять, нужно ли их ребенку заниматься таком. Самое главное, да, родители должны понимать, куда они отдают своих детей. Вот всегда хочу обращаться к родителям. Они должны понимать, посмотреть, какая команда занимается. У нас есть много трениров, у нас около тысячи трениров в Московской области, да. В Одинцово, наверное, где-то человек 25-30 Тэквондо занимается. Но не все они занимаются профессиональным видом, да. Кто-то начинаешь, не выезжают на соревнованиях, круг дома, рядом здесь Одинцово подерются. Но если хотят большого результата, это только к нам, потому что у нас команда, которая стабильно выезжает на все первенства, чемпионаты и на международные соревнования. Но мы так из этих клубов отбираем, то есть и наши клубы, как бы мы оттуда отбираем команду. Ну, где-то кто-то, если уже одаренный, то его надо сразу уже, как бы сборную, что мы уже его сразу вели. Ждем. Спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо вам, что вы у нас есть. Вы смотрели программу «Специальное интервью», оставайтесь на нашем канале. До свидания.